У Марины Варбанской возникла идея готовить сухое питание для участников специальной военной операции. На начальном этапе она сама продумывала концепцию того, как это осуществить. Когда ее в планах узнали знакомые, они тут же к ней присоединились. Вместе помогать всегда проще и быстрее. Так и появилась группа волонтеров под названием «Поливая кухня для своих. Видное». Втроем женщины готовят сухие пайки на домашней кухне. Меню получается довольно разнообразным. Постоянных у нас наименований борщ, фасолевый суп и чечевичный суп. Картофельное пюре с мясом, с копченостями, с грибами, различные каши с сухофруктами молочные. И наборы такие сладкие с чаем, с кофе, с конфетами мы отправляем в каждой посылке. Способ приготовления таких блюд очень интересный. У домохозяек в быту уже давно популярны специальные сушильные аппараты. В них высушивают овощи, фрукты и мясо. Потом женщины смешивают нужные ингредиенты для блюд и вручную раскладывают порции по герметичным пакетам. Забирают сухое питание волонтеры и отправляют бойцам, которые сейчас находятся в зоне СВО. У меня была уже сушильная машинка, ветерок. Но сначала было страшно. Я говорю, господи, как это капуста? Когда она высохнет? Сушится долго. 7-8 часов сушится капуста. Да сушить надо до определенного состояния. Потом стали сушить морковку. А когда речь зашла о мясе, о курице, я говорю, ну это, наверное, нереально. А потом мы это преодолели. Все необходимое женщины закупают за свои деньги. Со временем группа «Полевая кухня для своих видна» набрала популярность. И помощь стала приходить совершенно от незнакомых людей. Юлия Золотилина призывает не бояться делать добрые дела. Не надо думать, что это очень, если я пойду, это работает намного, оторвусь от семьи, навсегда там погрязну в этих делах. Нет. Если у вас 30 минут, вы можете дома что-нибудь высушить. Если у вас 100 рублей лишние, вы можете просто заказать какие-нибудь пакеты или что-либо. Такое сухое питание очень удобное в полевых условиях. Его нужно залить кипятком, и домашняя еда готова.